Доброго времени суток, уважаемые подписчики! Мы продолжаем нашу увлекательнейшую рубрику обзора окологитарных новостей и моей реакции на них. Зацепляйте себе что-нибудь вкусненького и погнали к первой новости. Оззи Осборн о состоянии своего здоровья, двоеточие. Хирург сказал, что без операции меня парализует ниже шеи. В этой статье приводятся цитаты Оззи Осборна из его недавнего интервью, в котором он жалуется на состояние своего здоровья и на очень тяжелый восстановительный период после операции на позвоночнике, которая ему была сделана еще летом. Оззи рассказывает, дело в том, что с моей головой все в порядке, моя креативность в порядке, мое пение в порядке, но я просто не могу сейчас много ходить. Не могу передать, какой чертовски разочаровывающей стала жизнь. Для меня в этой новости мало удивительного, потому что все-таки человеку 74 года. Пора бы уже, наверное, и отдохнуть от рок-н-ролла, потому что это все-таки удел задорных молодых людей. Тем не менее, у меня смешанные ощущения, в принципе, по поводу современной деятельности Оззи Осборна. Он явно не как какая-нибудь группа Скорпин желает турить абсолютно искренне. Чувак зарабатывает 3 миллиона долларов в месяц даже вне концертной деятельности, поэтому он явно хочет делать концерты не из-за денег. С другой стороны, будучи таким уже стареньким 74-летним дедушкой, возникают некоторые нюансы. Например, отмена концертов по состоянию здоровья. Народу уже хватило и так отмен и переносов концертов из-за пандемии. А здесь как бы Оззи сам на себя берет этот риск, и все его поклонники, которые идут на такие концерты, берут на себя риск. Опять же, эти концерты не будут выглядеть хотя бы так же задорно, как несколько лет назад. Поэтому люди в основном идут на такие мероприятия ради галочки в своем чекбоксе, что «О, я сходил на концерт Оззи». Или просто потому, что Оззи — это легенда, и это как бы трушно. Но с точки зрения творческого события, ну это уже не очень качественно в силу его возраста. Я ходил на последний концерт группы Motorhead в Москве, это было в 2014 году, и смотрел на уже очень худого и болеющего Лемми. Я не могу сказать, что это было прям весело даже для галочки. Ну то есть видно, что человек уже старенький, и ему уже не до рок-н-ролла и не до Мошпита в фан-зоне. То есть ему главное отработать, не перебить дыхание и просто уйти со сцены живым. Поэтому мое такое очень нескромное мнение — это то, что нужно уходить со сцены вовремя. Все равно Оззи ничего суперудивительного в плане творчества за последние годы не сделал. Пожалуй, самой яркой творческой искрой последних лет Оззи Осборна будет его фит с рэпером Постмалоном. А в остальном я считаю, что такой легенде, как Оззи, самое время отдыхать и уходить на пенсию. Либо работать в закулисье и кого-нибудь, например, продюсировать. Фронтмен Мьюз Мэтт Беллами выражает признательность Ингви Мальпстену, двоеточие. Я увлекся его музыкой в начале 90-х. Мэтт Беллами давал интервью журналу Classic Rock, и чувак, который у него брал это интервью, отметил, что в песне Мьюз, которая называется You Make Me Feel Like It's Halloween, есть лик в соло-партии, который звучит как Ингви Мальпстен. Мэтт не растерялся и сказал, да, действительно, мне нравился Мальпстен в 90-х. На мой взгляд, просто тупо поддержал разговор, потому что, ну, какой смысл опровергать? Но, тем не менее, давайте послушаем, что же такого интересного Мэтт Беллами украл Ингви Мальпстена в своем соло. Вот и все. То есть интервьюер Мэтта Беллами из журнала Classic Rock считает, что гармоническим минором может пользоваться только Ингви Мальпстен, и что это прям его такой сигнатурный удел. Но на самом деле здесь ничего абсолютно сверхъестественного и не очень-то и похоже на Ингви Мальпстена. То есть тут просто, ну, гармонический минор, сыгранная гамма вниз, без всяких паттернов, без всего. И причем достаточно грязненько, так как курочка лапой, в принципе, в стиле Мэтта Беллами, который я ни в коем случае не осуждаю. Он как бы на своем месте, и все у него замечательно. Я, кстати, заценил песню, мне она очень понравилась. Мне, в принципе, очень нравится творчество Мьюз. Для меня оно по своей такой помпезности и величественности схоже с музыкой группы Queen. То есть Мьюз по-любому заслуживает гораздо больше творческих кредитов, потому что они, в отличие от Ингви Мальпстена, каждый свой альбом что-то новое привносят. А Ингви как стрельнул со своим неоклассическим шредом еще в середине 80-х, так ничего нового с тех пор особо и не придумал. Он выглядит так же, он играет так же, его музыка звучит так же. То есть он один из тех артистов, как типа группа ACDC. То есть если бы существовал музей Ингви Мальпстена, он бы занимал не то, что просто один этаж здания, он бы занимал угол маленькой комнаты. Несколько фотографий, на которых он сквозь года выглядит абсолютно одинаково. Несколько композиций, которые тоже сквозь года звучат супер одинаково и ничего практически не меняется. А если бы, например, существовал музей группы Металлика, там было бы несколько этажей, посвященных каждой эре, потому что она у них отличается своими такими приколами. То есть каждый альбом у них разный. Или можно сравнить, например, группы ACDC и Aerosmith. То есть достаточно послушать группу ACDC, из альбома в альбом все одно и то же. Один и тот же внешний вид, одна и та же сцена. У группы Aerosmith очень креативно развивается творчество от альбома к альбому. Поехали! И я это, конечно, одобряю больше, чем вот такая вот статичность творческая. Поэтому Muse — респект. Мальмстин — просто хороший. Группа Сына Слэша только что выпустила сингл, и он звучит совсем не так, как Guns N' Roses. Я не очень понял вайба вот этого заголовка, потому что то ли это какой-то сарказм, то ли это просто констатация факта. Но для меня, конечно, очевидно, что группы детей рок-звезд не должны звучать как группы тех самых рок-звезд. Ну, потому что иначе было бы неинтересно, вторично и особо никому не нужно. Группа Сына Слэша, которого, кстати, зовут Лондон Хадсон и который является барабанщиком в этой группе, называется очень экстравагантно. Я это название прочитал как Satan Electric. То есть непонятно, что это значит, но в принципе выглядит и звучит весьма стильно и смело. Давайте послушаем. Я ни одной песни у этой группы не слышал, но почему бы не начать с самого свежего релиза. Женский вокал. Не очень люблю женский вокал в роке. Запахло битлами. Ну, в целом, достаточно прикольная атмосферная интро. Ну, это такой олдскул. Мне все равно не хватает, конечно, какого-то прикола. То есть, ну, по мне, слишком простенькая аранжировка. Можно было бы что-нибудь современного добавить. Ну, очевидно, что вот эта мажорная, минорная, субдоминанта и мажорная тоника последующая, ну, вот этот битловский ход, это главный хук песни. Во-первых, песня идет 4 минуты 50 секунд. Это очень длинно по современным меркам, особенно в таком околопанковском жанре. Ну, я не знаю, что здесь еще, чем нас еще здесь могут удивить. Ну, тем не менее, послушаем дальше. Ну, я, короче, ловлю какой-то саундтрековский больше вайб из вот этой композиции. Можно было бы подставить под какой-нибудь фильм про колледж. С вашего позволения, пропущу все, что повторялось. Какой-то бридж. На мой взгляд, ничего прикольного. Можно выкидывать из песни смело. Ну, это, кстати, вполне звучит как Guns'n'Rolls, вот этот бридж. Уже 3.36, а соло только вот начинается. Уже песню давно пора заканчивать. Ну, ладно, послушаем соло. Соло. Мне понравилась оляга. Реально очень классно. Такой прям блюз-рок современный, но со всеми олдскульными традициями соблюденными. Реально прикольное соло. Ну, оно какое-то там не супер техничное, может быть. Но это в тему, и это прикольно звучит. Только, ну, вот опять же, уже 4 минуты песни прошло. Блин, на мой взгляд, куплет-припев, соло, припев-припев. Или, ну, не знаю, пару куплетов сделать. Но слишком длинно. Большинство до соло не дослушивают. Здесь уже поинтереснее аранжировочка в этой яме. Ну, хоть что-то новое появляется. По ощущениям и по звуке. Хорошо въехали в припев. Понятно. Всё, конец. Да, ну, короче, в целом неплохо. Прикольно. В тачке пойдёт, когда ты не следишь там за таймингом песен. В общем, фоном или саундтреком пойдёт. Но соло реально достойно внимания. Классно сыграно. В общем-то, в этой статье ещё говорится, что эти ребята гастролируют. И выступают на разогреве таких групп, как Mammoth WVH. Это сын Эдди Ван Халлина со своей группой. В общем-то, ничего удивительного. Дети крутых рок-звёзд всегда играют на разогреве у других детей крутых рок-звёзд. Есть такие примеры, как Tyler Bryant and the Shakedown. Казалось бы, просто какая-то локальная группа, но там гитарист — это сын гитариста Айра Смит Брэда Уитфорда. Ну, в общем, много таких, на самом деле, примеров. А ещё говорится, что Лондон Хадсон ранее играл в группе, которая состояла из сына Скотта Вайланда из Stone Temple Pilots и сына басиста группы Metallica, Роба Трухилио. Вот это, наверное, было весьма прикольно, потому что, насколько я знаю, сынок Роба Трухилио достаточно прикольно на басе нарезает. Ну, вот такой вот панк-рок от Лондона Хадсона, сына Сола Хадсона, А.К. Слэша. Женщина утверждает, что она ушла окровавленной после того, как её ударил микрофон Эксела Роуза во время концерта Guns N' Roses. У Эксела Роуза, как я и говорил в прошлом обзоре новостей, есть традиция швырять микрофон в толпу. Ну, конечно, у него есть ещё свои собственные загоны швырять микрофон об сцену, но это он делает не так часто, как швыряет микрофон в толпу. На последней песне, которая закрывает шоу группы Guns N' Roses, Paradise City, Эксела Роуз чуть ли не всю жизнь выкидывает микрофон в толпу. Я, конечно, в этом ничего хорошего не вижу, я не считаю это хорошей идеей. Максимум, что можно выкидывать на концерте в толпу, это медиатор. То есть даже барабанная палочка может человека поранить, если он, ну, там, не знаю, отвлёкся на что-нибудь. Может быть, ему кто-то на ногу наступил в этот момент. У меня про это есть, на самом деле, личная история. Мы когда с группой Santa Cruz выступали на разогреве у Whitesnake в немецком Кёльне, после нашего разогревочного сета я пошёл обедать на балкончик. Тем временем группа Whitesnake вышла на сцену. В тот день я заметил, что вот эта немецкая публика, она такая, типа, суперспокойная во время непосредственно исполнения композиций или там соло, или ещё чего-нибудь. Конечно, между песнями они такие, типа, да, огонь, ура, но во время песни они стоят как вкопанные и молчат, ну, то есть, там, не свистят, не хлопают, не мошатся, ничего такого. Ну, по крайней мере, на таком типе концертов, вот такой, типа, классик-рок а-ля Whitesnake. Но, тем не менее, наступила барабанная соло Томми Олдриджа, и он посреди этого барабанного соло выкидывал палки в толпу. Я впервые был свидетелем подобного зрелища в своей жизни, но что произошло? Томми Олдридж выкидывает палочку в толпу во время своего барабанного соло, и она прилетает ровно в лоб какому-то лысому мужику, стоящему в центре зала. То есть, я следил за траекторией полета этой палочки и обнаружил, что вот стоит мужик лысый, примерно вот так. То ли он следит за концертом, то ли он спит, но ему прям ровно в лобешник прилетает эта палка. Возможно, она даже об его лысую твердую голову сломалась, но, тем не менее, он постоял еще после этого пару секунд, потом что-то почесал репу и продолжил смотреть концерт. Это было очень забавно, и всем даю напутствие. Друзья, тщательнее следите за тем, что происходит на сцене во время рок-концерта, и не залипайте в телефон, потому что реально что-то может прилететь. Тем не менее, Эксел Роуз по традиции выкинул микрофон в толпу и попал женщине прямо в лицо, я так понимаю, сломал ей нос. В общем, судя по фотографии, травма у нее достаточно серьезная и вообще ничуть не веселая. Тем не менее, подобное случается не впервые. В 2013 году в Австралии на концерте Эксел Роуз сделал абсолютно то же самое и попал к какому-то мужику по зубам. Выбил ему зубы, и мужик у него отсудил 5000 австралийских долларов на ремонт зубов. В общем, музыкантам не советую бросать в толпу что-то тяжелое, а зрителям советую всегда следить за тем, что может прилетать от артистов со сцены. Эксел Роуз говорит, что перестанет швырять микрофон в толпу после того, как женщина заявила о травме на шоу Guns N' Roses. И молодец, правильно делает. Конечно, он, наверное, очень расстроен данным происшествием. И то, что женщине досталось, и то, что придется прекратить эту эпатажную рок-н-ролльную традицию, броская микрофона в толпу. Но, тем не менее, это, конечно, к лучшему. Особенно в наше современное технологичное время, когда люди смотрят на концерте на сцену чаще через телефон, нежели своими собственными глазами. Умер автор музыки к сериалу Twin Peaks Анджело Баделаменти. Композитору было 85 лет. Он умер от естественных причин в окружении семьи. Это весьма печальная новость для всех фанатов Дэвида Линча и в особенности сериала Twin Peaks. Дедушка был старенький, 85 лет, умер спокойно в окружении семьи. В общем, это жизнь, которую он прожил весьма достойно. И отличился очень классными, экстраординарными, запоминающимися саундтреками. Конечно, наиболее известен по открывашке к сериалу Twin Peaks. Все, кто не знаком с творчеством Дэвида Линча, это такой, ну типа, артхаусный режиссер. Очень советую посмотреть, залипнуть на сериал Twin Peaks, который, кстати, переживал свое перерождение в третьем сезоне, спустя там 20 с лишним лет с выпуска второго сезона. В общем, история очень прикольная и такая фриковатая. Также классные фильмы Mulholland Drive, Шоссе в никуда, простая история. В общем, смотрите, не пожалеете. Но самой удивительной новостью из этой статьи для меня лично стало то, что, оказывается, Бадаламенте работал над саундтреком к фильму Федора Бондарчука «Сталинград». Не смотрел, но саундтрек, пожалуй, послушаю. Скотт Йен из «Энтрекс» назвал самого недооцененного ритм-гитариста в металле. Барабанная дробь. Кёрк Хэммет. В этом интервью Скотт Йен сжалился над Кёрком Хэмметом, посочувствовал ему и сказал, что он самый недооцененный ритм-гитарист в металле. Потому что он играет в одной группе с Джеймсом Хэтфилдом. Весь спотлайт падает, естественно, на Джеймса Хэтфилда. Но, будучи в группе с Джеймсом Хэтфилдом, тебе же нужно как бы соответствовать Джеймсу Хэтфилду, и тебе нужно за ним угнаться. На самом деле, я, в принципе, здесь со Скоттом Йеном согласен, что Кёрк Хэммет здорово держит марку и вполне конкурирует со своим одногруппником по металлике Джеймсом Хэтфилдом во всех ритмических и рефических скиллах. Я это, на самом деле, очень давно заметил, что любое соло-проявление Кирка Хэммета звучит как высер, но дабл-трек у них с Джеймсом Хэтфилдом, рифовый, всегда был очень-очень хороший. И можно, конечно, пуститься в какую-то теорию заговора, что все ритмические партии концертные металлики переписаны руками Джеймса Хэтфилда. Но с меня хватит. Я имел опыт общения с людьми, которые утверждали даже, что Джеймс Хэтфилд чуть ли не за Ларса прописывал барабанные партии в таких песнях, как, например, Dyer's Eve, потому что якобы он играет круче Ларса. Это, на мой взгляд, все бред. Кирк Хэммет реально суперски справляется со всеми рифами Таллики, кроме этого. На этом все. Сегодня мы, к сожалению, обошлись без новостей российской сцены, просто потому что я ничего интересного в интернете не нашел. Честно говорю, искал долго, мне никакие из новостей, которые я увидел, не понравились. Поэтому, если вы знаете, что что-то интересное в мире российского рока или металла, или не обязательно рока металла, любого жанра, произошло, обязательно напишите об этом в комментах, и я эту новость зачитаю и прокомментирую в следующем видео. Также, пользуясь случаем, хочу традиционно пригласить вас на мой канал на Boosty. Там много интересного и познавательного окологитарного контента. То есть, это и про гитару, и про аранжировку, и как я записываю сессионные соло, я там рассказываю. В общем, много всего интересного, а будет еще больше. Также вы получаете доступ к закрытому телеграм-каналу, и можете общаться со мной и со всеми прикольными и классными чуваками, которые там у нас уже есть. Так что подписывайтесь, ссылку найдете в описании, не упускайте такой классный шанс. На этом все, до новых встреч!